Ну да, я быстренько с ютюбиками поделюсь. Пять минуточек. Ютюбики, миленькие. Что сейчас расскажу? Лорочкой ты сидишь, ты сейчас упадешь. Я к вам буквально на пять секундочек. Ну, минуточек, да? Во-первых, не теряйте меня. У меня всё хорошо. Работаю. Я работаю, как папа Карла, как ломовая лошадь. У меня куча всего есть вам чего рассказать. И это всё прекрасные, хорошие новости обо мне, обо моей жизни. Всё новое, классное. Но у меня, к сожалению, нет даже, блин, там, вы понимаете, снять ролик, сесть, что-то сказать, наговорить, смонтировать, ускорить где-то. Ну, понимаете, да, это капец. Но это видео я обязательно запишу. Итак, а потом дайте мне немножко времени, да, я размотаю эту всю работу, да, потому что я вам скажу, дать задачу работникам, это тоже ещё та задача, и на это надо время. И надо всё контролировать. Не суть. Итак, работаю я. Такая вся. Вот рассказывай ситуацию, девочки, про мошенничество. Чистой воды обман. Будьте обдительны и осторожны, потому что мы знаем про вот эти разные виды мошенничества, да. Мы уже к нему привыкли, мы уже всё, а тут новое, что-то новое. Рассказывай про новый вид мошенничества. Итак, работаю я такая, работаю вся в делах, работашке. Звонок на мой телефон, который, ну, 10 лет у меня уже этот номер телефона, да, 9292, девочки, он есть везде, его, он есть везде этот номер. В ВК, в Ютубе, где его только нет. 10 лет этот номер больше. Я приехала в Москву, я его купила. То есть где-то лет 12 уже. 13, 13, 13 лет у меня этот телефон. Не суть. Соберись, тряпка. Итак, звонят мне. Приятнейший, просто милейший голос женский. Тамара Фёдоровна, здравствуйте. Здрасте. А я на ходу, не суть. Говорит, номер телефона, это ваш номер телефона? Я говорю, ну да, вы же звоните до него. Да, это мой номер телефона. Это вам звонят из МТС, МТС, компания МТС. Менеджер такая, это назвает какую-то там Клава Ивановна фамилию, имя, отчество, представляется. Я вам звоню вот по какому вопросу. Дело в том, что сегодня, именно сегодня, заканчивается обслуживание вашего номера. И тут же, даже секундочки и паузы не делают. Вы об этом знали? Спрашивает она у меня. Я в шоке. Я говорю, в смысле заканчивается обслуживание? Что это значит? Нет, я об этом не знала. Ну вот, мы уведомляем всех, обзваниваем. Я не смотрю, что она звонит мне с обычного номера. Плюс семь девять... А, я вам сейчас прямо сейчас скажу. Давайте будем названивать ей. Пусть она сойдет с ума. Плюс семь девятьсот ноль тридцать два пятьдесят два восемьдесят. Вот этот номер мне звонит с МТС. Ага. Так вот, итак, сегодня заканчивается ваш... А я как бы, ну, на ходу же, да, и я говорю, ну, вы что, это что-то новое? Она говорит, да, это новшество ввелись. То есть обычно все... То есть слушайте, какой развод вообще. Это парсик им просто памятники ставить. Короче, она говорит о том, что каждый абонент МТС заключает договор с МТС на десять лет. И через десять лет надо продлевать этот договор. Представляете? Именно поэтому они обзванивают. Я не знаю, как можно обзванивать миллион человек. Это ж сколько надо сотрудников, да? Несу и живых. Живых сотрудников, потому что звонил живой человек, женщина. И вот мы обзваниваем всех, чтобы сказать, что о том, что у вас заканчивается сегодня, то есть не завтра, не через десять дней, да, не послать его уведомления, а звонит. Что для этого надо, я говорю, и что надо сделать? У вас ЕА, и тут же она мне, знаете, что еще? Она диктует мне электронную почту. Мою, заказ изолончик.ру. Ну, то есть наша рабочая электронная почта, куда вы, ну, мы вам всем шлем письма, да, нашим покупателям. Почта, это уже существует шесть лет. Она тоже везде есть в открытом доступе. Это я к тому, что я так удивилась. Думаю, боже мой, какие молодцы, знают мою электронную почту, ничего не надо скидывать. И тут идем, да, потихонечку, потихонечку идем к главному. Я говорю, так, а что делать, куда ехать? Она говорит, для вашего удобства. Какие молодцы. Для нашего удобства. Сейчас вам придет код, на ваш номер телефона придет код четырехзначный с МТС. Вы должны мне его продиктовать. И мы составим договор, и все, и все хорошо. И вам не придется никуда ехать. Вот, вы просто его потом можете получить. Вот, сразу вам показываю. Вот, МТС, нижняя ID. То есть, вы же тоже с этим столкнетесь. Вот, вот такой вот. И пришлет нам код. Вот такой. Вот, ну просто смотрите, да, вот четкое, что они шлют. И они присылают мне этот код. Ладно, я потом его замылию там. Вы должны мне этот, типа, код сказать. Вот, и получите на электронную почту уже договор. И вам не надо никуда идти. Мы надеемся. А вам на сколько продлить еще? На 10 лет? Или на сколько? Я говорю, ну, продлите на 10, конечно, максимально на 10 лет. Чего бегать-то туда-сюда? Диктуйте код, она мне говорит. Я говорю, подождите, какой код? Вы не пришлите на электронку ее. Она, вам должен прийти код. А потом после этого кода, девочки, тут у меня вообще стреляет. Все, я начну, ну, как бы я остановилась. И я начинаю вынимать, что мне говорит приятнейший голос. Приятнейший соловьиный голос по телефону. То есть они создали вот эту фигню. МТС, нижнее подчеркивание, ID. Они шлют вам код. Если вы его им диктуете, то все данные, все ваши контакты, все ваши карточки банковские, все это, вся информация уходит к ним. И тут я получаю этот номер и говорю ей. А тут я понимаю, что все. Ну, как бы, во-первых, сотрудники банка либо сотрудники МТС, они не звонят с простых номеров. И тут я ей читаю. Ну, то есть до меня доходит уже, я ей говорю. Слушайте, а тут написано, что не сообщать никому этот код. Что, говорю, делать-то будем? Она говорит, ну, я же сотрудник банка. Я говорю, а как вы докажете, что вы сотрудник? Как вы докажете? Что вы не третье лицо, что вы второе лицо. И тут она, ну, конечно, они умеют. Они умеют ублажать вот это вот все. Вот так вот они тонко это все делают по телефончику. Вот, в общем, я не хотела с ней ругаться. У меня было прекраснейшее настроение. У меня вообще в последнее время приподнятое настроение. Честно вам скажу, остановите меня кто-нибудь. Да, и может поэтому работа ладится, и все ладится, и все классно. Так вот, я не хотела с ней ругаться. Я говорю, миленькая моя, дорогая моя, давайте мы сделаем так. Я сегодня же поеду в МТС. Прям вот у нас тут он недалеко. Заодно и в кино с мужем сходим, и в ресторанчик пойдем. Поэтому я договор за сама лично физически продлю и заберу. Что она мне говорит? Это же еще не конец. Она мне говорит, что... Боже, какая я грязная. Девочки, ну я в рабочем виде. Она мне говорит, что... Вы не сможете уже продлить договор физически, потому что я ввела вас в базу электронного продления договора. Поэтому вы обязаны мне сейчас продиктовать код. Иначе ваша симка, ваш номер, телефон, кирдык, каюк, капец, катап, все. На что я... Она же как бы... Понимаешь, что я на крючке? А я-то уже знаю, что я не на крючке, что я не клюнула. На что я говорю, вы знаете, моя хорошая? Да и хрен с ним. С этим номером телефона, который был у меня более 13 лет. Что на нем все. И банки, и на нем все. Куплю новую симку, начну все с нуля. А она мне говорит, у вас же золотой номер. Вы знаете, сколько сейчас стоят золотые номера? Я говорю, пофиг. Вот так, мои хорошие, вот так разводят людей твари. Обычно это делают мужчины, ну как бы вот, да, звонят. А здесь женщина. То есть мне первый раз позвонила женщина. Будьте аккуратны, будьте осторожны. Никому ничего не сообщайте. Даже если вот доля сомнений у вас есть в чем-то, обязательно свяжитесь с банком. Идите подальше от этих мошенников. Хотела с вами поделиться, вот и поделилась. Ну вот, 10 минут нашла. Сейчас еще буду... Ой, ну ладно, не суть. Я обязательно выйду вам, расскажу все свои новости. У меня их дохренища. Поверьте мне. Хотя, с другой стороны, нахер они вам нужны? Простите за мой французский. Но поскольку этот YouTube, это архив моей жизни, мне столько всего надо в этом архиве уже оставить. Из того, что я уже записала свой дневник. Но сейчас сезон работы, и работы очень много. В общем, обняла, поцеловала, убежала, мои хорошие. Умоляю вас, будьте бдительны. Сейчас перед Новым годом эти мошенники, им же что, уже нужны денежки, им тоже надо семью кормить. Ой, пока.